Звищен он, что не боясь костерства и в душевном буйстве тратит свой покой. Сам признал, что не в своей тарелке, но почему не хочет быть? Быть или не быть, вот в чём вопрос. Быть или не быть, вот в чём вопрос. Быть или не быть, достойный терпеть без утопок на позор, судьбы или нужно оказать сопротивление, восстать, боржиться, победить. Не погибли, не перейти. А как он принял? Как человек воспитанник. Но с некоторой долей принуждения. Он искупился на вопрос. Но в ответ был разговор. Вы его не с вами развлечите? Всё сошлось само собой. Дорогу мы встретили актёров. Узнав об этом, он был очень рад. Во всяком случае, актёры в замке и получили, кажется, приказ играть. Истинная правда. Он просит от густейшего чету пожаловать к спектаклю. С наслаждением. Нерадостно узнать, что у него такая скромность. Молодые люди, и дальше поощряйте эту страсть. Пусть не хандрить. Приложим всем усилия. Восстать. Вооружиться, победить. Или погибнуть. Умереть. Снуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук. И тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть. Уснуть. Уснуть. И видеть сны. Вот ответ. Быть. Или не быть. Вот в чём вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление. Восстать. Вооружиться. Победить или погибнуть. Умереть. Уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук. И тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть. Уснуть. Уснуть. И видеть сны. И видеть сны. Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снёс бы ложное величие, Правители, невежество и мощь, Всеобщее критворство. Невозможность излить себя, Несчастную любовь и призрачный заслуг в глазах ничтожеств, Когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился кряхтя под ножей жизненный близдис, Когда бы неизвестность после смерти. Боязнь страны, откуда ни один не возвращался, Не склоняла воле мириться лучше со знакомым злом, Чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, И вянет, как цветок, решимость наша в бесплодиумственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, Вначале обещавший успех от промедления долгого. Младеньше. Это череп пролежал в земле 23 года. Чей он? Да так, шалопай одного окаянного. Бутылку Ренского, раз мне на голову вылил. Чей бы вы думали? Откуда же мне знать? Это череп Йорика. Королевского шута. Ну? Где же теперь твои смешные выходки? А? Твои анекдоты? Твои нелепые каламбуры? Где заразительные веселья, Охватывавшие всех за столом? Что? Ничего взамен, Чтобы позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление. Этого. Субтитры создавал DimaTorzok